На торжественной церемонии открытия участников слёта приветствовали директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, представители администрации и профсоюзного комитета САЭС, общественного совета и руководители делегаций. Этот слёт, он будет стартовой площадкой для повышения обороноспособности наших стран и увеличит свои, раскроет свои границы для других стран, для других атомных станций. Военно-патриотический слёт, военный. И мы будем жить ровно по уставу. Ваши руководители будут вам показывать то, чему они научились за этот период, а вы, пожалуйста, принимайте. И на практике, если нужно будет, тоже надо применять. То есть, опять же, для того, чтобы отстоять честь, достоинство самих себя, родных и нашей родной России. Уже восемь лет как в военно-патриотическом слёте принимают участие дети из Белоруссии. Дружба, связывающая десногорцев с жителями Братской Республики, крепнет не только в социально-экономических и культурных связях, но и в совместной работе по патриотическому воспитанию молодёжи. Хотя мы строим союзное государство, и уже у нас есть определённые перспективы развития в экономическом плане, в социальном плане, я считаю, что благодаря такому мероприятию, как военно-патриотическое слётеотечество, у нас ещё будут общие достижения ещё и в военно-патриотическом воспитании. После церемонии открытия почётная делегация посетила военно-полевой лагерь, где пообщалась с детьми и командирами отделений. Несмотря на то, что ночью прошёл дождь с грозой, и прогноз предвещает небольшое похолодание, у ребят прекрасное настроение, и их всё устраивает. Да, я первый раз приехала, живётся вполне нормально, условия хорошие, в палатках живём, всё хорошо. Приезжаю сюда уже второй год, здесь первый раз очень понравилось, решили ещё раз приехать. Условия хорошие, кормят хорошо. Здесь очень здорово, здесь нравится всё, прекрасные учителя, тренера, очень здорово здесь. Я на слёте отечество уже второй раз, мне здесь всё очень нравится. Участников слёта ждут 9 насыщенных дней, которые распланированы по минутам. За время пребывания в лагере ребята пройдут начальную военную подготовку, научатся преодолевать полосу препятствий, ознакомятся с навыками туризма, поисково-разведывательной работой и многим другим. Завершится слёт 29 июня. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова